Велкам, велкам, велкам. 2-1 РНЖ странно сделали, а после своего еще одного поражения выбрали на этот раз синюю сторону. И забанили Синдру. Не совсем понятно, то есть для чего им нужен ферст пик, что они хотят забрать, когда они сами забанили Олафа, которым мешает жить. Сами забанили Синдру, которая им помешала в предыдущей игре. Забрали Кенона. Кенон, Кенон, Кенон. В открытую Луперу сразу. Ну ладно, поглядим. У нас была сегодня уже такая игра, где Кенон был в открытую пикнут одной командой. Это был, кто это был? СКТшники. Да, да, СКТшники забрали его. Поппи не смогла ему ничего сделать и куча всякой хрени была напикана. А у Ешной потом команда СКТ. Это был Варус, это был Джин, это была как раз вторая их игра, которую они выиграли. СКТшники, конечно же, не хотят сразу отдавать Джина в руки РНЖ и забирают Джина плюс Элиза. Элиза, потому что очень хорошо сочетается с Кеноном, поэтому отдавать и Кенона, и Элизу одновременно в одни руки нельзя. Ну и Джина, СКТшники тоже не очень хотят УЗИшнику-то дарить. Любопытно, у нас тут война началась, Майндов, Лисин, зачем? Вот, например, смотрите, вот, ротация. У вас сейчас ротация. Вы должны сейчас забрать себе топ, этого, мидера и саппорта. А Дэшника они уже взяли, вам АДшника можно не палить. Джанглера они уже взяли, вы Джанглера тоже можете уже не палить. Вам сейчас надо забрать двух, оставшиеся две линии, чтобы не было пауэр-спайка, пауэр-пикового оппонентов. В итоге, сейчас увидим, кого они им отдали. Фекер нам показывает Ясу, которого он точно не будет играть. А Дюк как раз-таки делает все правильно, посмотрите. Посмотрите, Дюк знает, как убивать Кенонов, и показывает нам пока Ирелию, которую, наверное, он и залакинет. Или Фиору. Ирелия, вот, вот она победа. Элементарная, элементарнейшая победа. И Кенон ни хрена не сможет сделать в лейте. А, вот почему они не хотели палить своего мидера. Потому что это будет жесткий early game сетап, который и не собирается играть в лейт. В лейте у них есть для лейта только Кенон, но так как там есть уже Ирелия, про лейт уже можно забыть. То есть, RNG к 25-й минуте хотят выиграть. Ну, 35-е для них уже критическое число, за него заходить нельзя. Там уже будет грустно. По-моему, чтобы сейчас СКТшники не пикнули, они в автомате держатся впереди. Я бы, наверное, не Мальзахара пикал. Хотя Мальзахар, с другой стороны, вынуждает их брать QSS и PowerSpack'и таким образом уменьшать. Ну, по мне, лучше здесь был какой-нибудь просто контроль маг. Не обязательно даже такой. То есть, можно было Виктора сыграть того же самого. Можно было даже Велкоза сыграть. Почему нет? Ну, просто чисто контроль маг. Но решили сыграть через опять полуассасина. Возможно, это и есть, как бы, хороший чемпион против Аурелиан Соло. По мне, против Аурелиан Соло дико хорошо должны стоять именно те чемпионы, которые в первые три левела смогут отпушивать наравне с ним вейвы. Потому что в первые три левела Аурелиан Соло будет вас запушивать и давать вам неудачную линию. Джанглер помочь не может. Вы сами себя чувствуете неудобно. Вынуждены ласкетить мобсов под вышкой. Это, конечно же, у вас не получается. Немножко теряетесь. Ну, и вот контроль магии. Они как раз могут спокойно под вышкой фармиться. И, если что, могут даже держать линию по центру, не обращая внимания на то, что там дает Аурелиан Соло. Ну, ладно, поглядим. Сейчас я посмотрю, все ли идет у нас. Вот этот отходил. Ты как, Джанглер, будешь за СКТ топить в следующих стадиях? Два скина же, если что. Глядишь, и Паутиновна будет. Глядишь, Паутиновна уже есть. Если ты не в курсе. СКТ Элиза уже есть. Как бы. Блин, хоть бы Вульф тролльнул Мата, тоже щиток взял. Нет, я думаю, здесь немножко поумнее сейчас будет. Вульф не будет выкидывать игру таким делом. 10 Хидео Кадзим. И привет, скоро турнир. Гипо Универа может подогнать меток чемпиона для тренировки на топ. Ну, Кенон, Рамбл, Джейси играются сейчас. Но ура. И, конечно же, можно по старинке играть все тех же. Ирелио, Джакса. Я думаю, на уровне турниров универов, универных турниров, это будет нормально. Ой, Бланк, ты куда? Вышел из кустов, зашел зачем-то снова. СКТшники в отсидку, как обычно. Вот это Узи, по-моему, допрыгался. Его цепляет. Вульф будет перефлешиваться, наверное, нет? Нет? Вульф, видимо, уже спелл взял. Ему мата там подамажил, и Узи остается в живых. Я думал, если Вульф не взял еще спелл, то он сейчас будет перефлешиваться, давать Ешку. И Узи не увидел бы этот момент. А, не, у него Барт стоял. Он бы это увидел. Ну, тогда вообще ничего тут не произошло. Рекол идет. И Зайра у нас на этот раз без Винспикера. Теперь я знаю даже, как этот спелл называется. Винспикер. Безветренного, говорящего с ветром, да? Это получается как-то так, говорящий с ветрами. Со свитерами. Сники-сники, это, видимо, будет воровство красного бафа сразу, либо война. Решают все же идти в бой Бланк и Дюк. Сейчас будет небольшая проблема. Ой, боже мой. Мало того, что они слишком рано это начали. Не дали за подкоммититься Элизи вместе с Дюком, вместе с Ирелли до конца. Могли вообще дождаться, пока Дюк отойдет. Тут у нас Зайра показывает баланс с Тандерлордом. И вы видите разницу, когда вы играете с Тандерлордом, когда вы играете без него. Так вот, могли подольше здесь постоять, и тогда бы Бланк оказался в более неудобном положении. Уже бы уходил оттуда Лисин, и все. Второй был вариант сразу, просто забирать у него красный баф. И никак в жизни Элиза бы не успела до туда дойти. Лисин бы вместе с Лупером забрали бы красный прямо у него из-под носа. И все. Но они решили выйти чуть пораньше, да еще умудрились оба скиллшота своих не попасть. Бывает. Бывает. Запушил есть все же подвышку СКТшники, но мы этот матчап уже увидели, уже узнали. И в этом матчапе у нас преимущество за Эзом Кармой в начале, но оно плавно протекает, перетекает, я бы даже сказал, в жесткое преимущество уже начиная с 6-7 левела Банка и Вульфа, ну, Джина плюс Зайры. У Бланка здесь небольшие проблемы, ему не дают вообще погулять нормально все на него. Оказывают давление, Тандерлорд прокнул только что по мати, и Экзос был кинут, сразу пошла какая-то кривая кушка от Вульфа. Но он хотел не дать, видимо, УЗИ прыгнуть, но на самом деле он очень много дэмэджа потерял. А здесь у нас Лупер разменится с Дюком, пока Лупер должен будет побеждать. У него рейнджовый чемпион, он может быстрее запушивать вейвы, то есть Дюк будет всегда в минусах сражаться, так как он милешник. Но зато потом, потом мы с вами это увидим. У Лэн идет в Вульфа, но Вульфа прожимает хил, Вульф отфлэшивается и умирает от УЗИ 1 на 1, не умирает Мата. Ну, можно сказать, и потроллил немножко Вульф. Кто-то там писал в чате, что надеюсь Вульф потроллит Мату. Можно сказать, и потроллил. Мы даже это уже с вами видим этот матчап сегодня четвертый раз. Правильно, это четвертый раз мы этот видим матчап? Все четыре раза доминация Эзо с кармой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой левела. После этого наоборот. Просто стой и фармись. Их немножко подзонили, но... Ну, хаза. Да? Правильно Дефиша все рассказал. Я его переводить не буду. Да нет, на самом деле он там... О, подождите. Ауральян Соло был от Джао Ху с ТСМами. 4-1-14 он его сыграл. И РНЖшники одержали победу пока на ботлейне. Незначительную все же победу пытался... Пыталась Элиза сделать ганг на бот, но ничего не получилось. Лупер просто отбегал, хотя вардов у него даже не было. И теперь Лисин думает сделать то же самое. Лисин ставит пинг. И... Спалил свое местоположение, потому что там простой вард. Лупер его выбивает. И Дюк прокликивает, что Лисин должен быть сейчас на синем. Ну и так они догадываются, что он на синем, потому что... Ауральян Соло куда-то вдруг свалил. И МЛЖ отдает Джао Ху синий баф и вместе идут наверх лоббить Ирелию. Пинг был поставлен. Ирелия боится... Подходит сюда поставить вард, ставит его, но все равно боится, что на него могут выйти. И динает немножко ей мапцов. Ауральян Соло сюда вернулся, поймал просто краба и... Сейчас будут у него небольшие проблемы здесь по Лос Хитову, хотя не... Не, он все идеально сделал, молодец. Ну, одного мапца потерял, но это ерунда. Блин, ауральян Соло выглядит реально каким-то немножко дисбалансным. В Соло Ку, думаю, вообще шикарно он должен заходить. Ну, потому что он как контроль маг шикардосный. И вы можете еще идти в полутанковый билд такой, и никаких у вас проблем не будет. Вульф очень много урона получил сейчас. Приходится ему отступать. 21 Абилити Пауэр у него, то есть он 15 Абилити Пауэр взял, я правильно понимаю? Или он загрейдил уже эту штуку? Просто пытаясь понять, какие у него руны. Мастерки-то мы быстренько посмотрели. Тандерлор прокнул, Мата тут выходит. И просто будет игнорировать и переключаться на Вульф, у которого нет флеша. Кидают на него экзост, подходит сюда Джао Ху, и вот он килл. Вот, по-моему, ребят, и настал тот самый час. Это то, что я вижу в Солкушке, когда я играю за Зайру. Ты ничего сделать не можешь, если ты теряешь флеш. После этого тебя начинают просто убивать. Я за Зайру не научился еще аккуратничать. Постоянно стараясь вот эти вот размены на третьих лавалах сделать. И если есть действительно некоторые матчапы, которые я тоже понимаю, что у нас тупо меньше дэмэджа, и поэтому нет смысла воевать. То бывает и просто, где тебя еще Адекерий подведет, и потом вот так вот над тобой начинает издеваться. Ты никуда убежать не можешь, к тебе подходит просто какая-то карма, дает W, и все. И ты пропадаешь с карты, и три голды зарабатывает Мата еще за тебя отдельно. 2-0 уже. Бедная Зайра 0-2. А это будет первое поражение на чемпионате мира из Зайры. У нее был 100% винрейт, 6 игр, 6 побед. И сейчас будет седьмая игра, которая подпортит статистику бедной Зайрушки. Зайрушка пытается не дать подойти к своему пинку, но не может ничего сделать. Карма более в хорошей позиции находится, а здесь у нас забирает Джалху. О, ловит тут Мату, немножко урона по нему нанесли. Зайра много дэмэджа дала, но W Маты останавливает Бланка. И сейчас перескочит именно на Мату, да, этот Куханчик. Неприятно, неприятно. Попрыгал, попрыгал, спельщик и перепрыгнул туда, куда не хотелось бы. И сейчас нет, сейчас не попал. Вульф дает проказ, зацепляет УЗИ, снимает с него щиток. И если бы он сейчас Ешкой попал, можно было бы даже убивать. Цепляет опять здесь Вульф, а УЗИ дальше идет. УЗИ, потому что есть уже большая часть. Ух, вот он шестой левел. Какой пауэр спайк все же у них получается на шестом левеле. Сколько, насколько много урона у команды с Джином на бутлейне на шестом. Надеюсь, Джин просто получил ранее шестой, а С на шестом никакой. И мне кажется, зря Изреаль купил здесь пик экс. Он хотел сразу Мураману уйти. Но если у него так получился просто бэк, то ладно. На мидера выходит. Фейкеру надо снимать спельщики. Снимает. Пошел УР и хотел ульт кинуть. Ультом хотел подкинуть немножко Фейкера, потом попасть станом Жаоху. Но Фейкер тут же отфлэшился, остался в живых. И тут у нас Лисин идет подворовывать синий баф. Но Бланк уже его забрал. Но Лисин не успевает помешать этому процессу. Но эта игра будет похожа по ходу на первую, где больше контроля карты будет у команды РНГ. Они будут пытаться оказывать давление, но игра все равно выйдет к сороковой минуте. Ну а к сороковой они будут слабее. Ну может к сороковой все же не выйдет. Постараются побыстрее. Но им надо очень быстро заканчивать. Им нельзя затягивать РНГшникам эту игру, потому что Иреля уже доминирует Кеннона. Вы посмотрите, она уже его доминирует. Она проиграла ему 10 мопсов, уже идет плюс 2. Ну ладно, он там сейчас подвышка что-то заласхитит. Считайте, уже неплохо так отыгралась. Комментаторы говорят еще интересную вещь, что какая бы из команд не повела здесь счете, а скорее всего она и доведет эту битву до конца. Ну с этим я не могу не согласиться, потому что пауэрспайки уже очень жесткие. Какой стаан, Аделизовский, красавец, бланк. Но к сожалению, лупер на варде его спалил, наверное, и отфлэшился тут же. Да нет, там не было варда. Не было варда, просто догадался лупер и отфлэшился. Что делать Кеннону? Ну, я думаю, ему нужно ХП. ХП и ботинки. Ботинки нужны, чтобы легче было кайтить. Ну и через ХП я бы, наверное, играл тоже. Протабелл Хекстэч, но дальше бы сразу рулай собирал на пофиг. Потому что Жоня ему вообще никак здесь не поможет. А рулай хотя бы ему будет помогать не умирать от улынов и релли так легко. Ну, плюс ответный какой-то урон можно было бы еще через замедло дать по оппоненту. Ну ладно, посмотрим, что он будет собирать. Скорее всего, будет стандартный билд. Что касается и релли, она у нас пошла в Хекс Дринкер, сейчас собирает мерки и после мерок будет Тринити Форс, видимо. Таким образом, она свою линию быстренько исправила. Вульф классный додж сделал. Два доджа подряд, на самом деле. Он побежал вперед и увернулся от урона маты. И тогда уже скидает в то место, где стоит Вульф, а Вульф уже вернулся назад. Очень хорошо такой вернулся. А мог, кстати, в оба спела, наоборот, попасть. Не успеть выбежать и потом еще кушку этого эса сверху получить. Всего тысяч. Да, кстати говоря, правильно говорят английские комментаторы. Первый раз на этом матчапе мы, то, что сегодня смотрели, где Израиль смог так рано купить Муномуну. Стан попадает в мат, он отставит пинг вард, и этот пинг был просто байтом. Он намекает, что если ты ворвешься, у нас будет Кенон здесь. Так что не думай в меня впрыгивать даже. Ну и Бланк, конечно же, развернулся тут же. Потому что если он впрыгнет в мат, то он получит W в лицо. И оттуда уже убежать Бланку никак не получится. Его просто уничтожат. Лиза. Нет, никуда не идет. Не знаю, почему люди не играют. Ну, тот билд, который я на Элизе делаю, на чемпионате, почему его не играют. Тут хороший, кстати, килл. Но фейкер, скорее всего, умрет от лупера, от MLG. Да, умирает. Но Бланк делает еще один килл и будет переключаться на MLG-шника. И Релли сюда не идет. Стана у Элизы нет. И рано бата выкопался Бланк. Это, мне кажется, был килл. Я, как мейн Элизы, говорю, что здесь был килл. Очень рано выкопался. Ничем не угрожал. А тут Крит, четвертая автоатака Бланка. Влетела в лицо Мати и Мата просто подарил килл. Со своей W я вот тоже смотрел. Он так агрессивно кидает W на Адекерри. Но странно, что его до этого не убивал никто за такие моменты. Но Мата отдался, конечно, по страшному. Давайте смотреть еще раз. Здесь пошел Тауэрдайв на Фейкер. Я думал, это стандартный просто разменщик будет. А тут выскакивает Лупер. Дает свою ульту. Но бедный Жаоху был убит. Не смог он даже ульту свою прожать. Ой, ее тут Узика ловят. У Манга нет ульты, чтобы убить его. Он до этого ее, видимо, тратил. Элизы здесь в соло продолжает избивать дракона. Получается. И тогда она реколится. Но темп она немножко потеряла. Лисин за это время очень много фарма назад вернул. Жаоху. Нет, не попадает. Что касается Элизы. Вот там. Ей надо было продолжать гнаться за Лисином и бить его. И бить его. Пока у нее точно не откатится стан. И после того, как у нее откатится стан, уже можно перевоплощаться и кидать этот спелл. Она решила выкопаться. Ну, поменять свою форму чуть пораньше. И получилось так, что, конечно же, стана нет. И дэмэдж, поэтому недостаточный вошел. Вот. МЛХ Джин. Наверх. Станчик. Фейкеры попадают. Еще немножко дэмэджа. Пытается увернуться от его Сайленс. Уворачивается. И в соло делает килл. Нет. Зайра подходит. И не хватит Сайленс. Ой, сколько всякой хрени. Жао Ху останется в живых. Но обидно для него образовалось. Здесь, кстати говоря, попытка убить Лупера. Но Лупер на контрганг устраивает. Делает стан. Ульту не оцепляет Дюка. Не попадает своей ультой. Но даже этого хватает Элиза. Потому что не может сделать этот килл. Боже, как Элиза вафлит. Ужасно завафлила Элиза. Она же в стан даже не попала, насколько я понял. Сейчас будем пересматривать еще раз повтор. Я посмотрю, что она там натворила. Потому что то, что мне показалось, она ужасно там сыграла. И это, ребят, типичный такой моментик. Давление с ботлейна было снято. Давайте смотреть еще раз. Это байт. Элисин уже думает, ладно, Элиза сюда не придет. Уходим. Стан. Успевает Эр нажать? Стан. Смотрим за Элизой. Элиза в стан попадает. Ее пихает ногой. Да, она тут не виновата. Нет, нет, она не виновата. Пауки умерли. Она в стан попала. Ее вина в том, что она в стан попала. Давайте скажем так. Она должна была подпрыгнуть, когда ультанул Кенон. И не дать Кенону убить ее пауков и застанить ее. Должна была подпрыгнуть и провисеть в воздухе всего лишь полторы секунды. По приземлению она была бы с фулл хп, с пауками и без стана. Это был бы минус Кенон. А дальше осталось бы один на один с Лисином. Но из-за того, как она попала здесь в стан. Бедный банк. За ним тут гоняются. Правда, Бланк вместе с Фейкер, вместе с Вульфом здесь выходит. Ультует Мата. И Мата умирает. Но ульта, кстати, Фейкер не дал. У-у-у! Эз умер от крабов. Вот это интересный момент. Их Жаоху здесь ловит. Лисин пытается ногой пихнуть. Цепляет ногой. Наносит много дэмэджа, но его не хватает. Лупер с флэша цепляется ультой своей только за одного дюка. Ему не хватает урона. Как же мало у него урона. МЛХЖ, скорее всего, останется в живых, потому что Ирелия не будет за ним флэшиться. Нет, Ирелия дальше идет. МЛХЖ почему-то не пошел под вышку-то. Ой! Не под эту вышку. Под другую. Какой момент УЗИ смерти. У него Хилл был, по-моему. И не умри он там, это был бы... Ну, давайте смотреть еще раз. Они зонят Банга. Банг в итоге ультует и минус Мата. Мата ничего сделать не может. Его просто через две ульты убили. На УЗИ накинули хрень. У него нету Хила, есть флэш, и его крабы сожрали. После этого не попадает станом Жао Хуау. Жао Ху попадает в Сайленс ульту фейкера, дает свою ульту. И смотрим за лупером. Он с флэша прыгает. Но причем он ошибается. Он нажимает R здесь, а флэшится потом. Он потерял два тика своей ульты. У него всего там семь тика, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Нет, пять тиков. Пять, пять, пять. Точно пять. Потому что можно только два стана прописать. Так вот, пять тиков, и он фейлит. Два тика примерно успевают там прокастоваться. Это где-то по 150 дэмэджа. По трем игрокам. Считайте сами. В сумме где-то 150 дэмэджа. По трем игрокам. Вот еще лишние 450-500 урона он бы нанес. Но, правда, я думаю, что этого все равно бы не хватило. Проблема была, конечно, в Изреале, который умер от крабов. А умер он от крабов, потому что он не подумал, что надо отойти от них подальше. И краб, который взорвался, он перепрыгнул на него. А он не должен был перепрыгнуть на него. С должен был просто отфлэшиться от крабов. И чувствовал бы себя в цельной безопасности. Приходит на дюка. Пытается прописать по нему стан. Один стан прописали, но второй не срабатывает. И в итоге они его просто уже ультой откидывают и пытаются убежать. Но здесь бланк, у которого нету флэша, но есть точность. Хороший, как он. Легкий просто, как он. И фейкер попадает еще своей ультой. Минус игрок. Подходит сюда Джао Ху. Пытается застанить Элизу. Элизу приземляется просто на пауков. На паутину поднимается вверх и приземляется уже на мопсов. Остается в живых. И это провал, ребят. Даже если сейчас РНГ сравняет счет, игра еще минут 15 продлится, а с этим сетапом РНГшникам не выиграть. Я просто уже говорил про это. А бланк любопытный билд делает. Первая Элиза, по-моему, на этом чемпионате. Ну, может быть, не первая. Не за всеми следил. Ну, одна из немногих Элис на этом чемпионате, которая идет просто в танка. Старый-старый-старый танкобилд. Ну, бланк вообще шикарно играет сегодня. Завафлил один момент. Ничего страшного. Я потом пересмотрел момент. Мы увидели, что ошибки-то там и не было. А то, что Лисина на миде не убил, ну... Он, может, даже и не хотел даже убивать. Он хотел не рисковать. Ну, бланк сегодня 3-0 сыграл. Ну, если эта игра закончится победой команды СКТ, то это будет 3-0 его. А Бенги... Бенги первую же игру свою проиграл. Лисина пытался показать нам. Показал вроде что-то там с Лисином. Но МЛХG на Олафе сыграл гораздо лучше. Это да. И Лиза плюс Мальзахар это дико классная комба. Мне она всегда нравилась. На самом деле, очень сильная комба. Почти всегда в Солокушке, когда я вижу, что у меня уже есть Мальзахар в команде, я в джунглях, я буду пикать Лизу. Либо Казикса. Казикса только из-за того, что с Мальзахаром очень легко выстраивать фрикилы. В тимфайте он, хочешь не хочешь, какой-то урон нанесет. И там-то вы за Казикса тоже можете выдать дэмэдж. Но с Элизой у вас комбай именно тимфайтовая. Но вы можете одну цель полностью уничтожить, запилить вашего адекерия. Сетапы строить вокруг него очень легко. Но если посмотреть на сетап команды СКТ, это чистая Солоку. Поглядите, ребят. Ну, оно работает. Оно работает, потому что против них ничего не пикнули страшного. Если бы они в открытую вот это все пикнули, то они бы получили в ответ явно не Кенона на топ. То есть сразу же они получили бы никакого не Кенона, а какого-нибудь жесткого танка. А вместо Лисина... Ну ладно, Лисина, наверное, они бы и оставили. На миде, наверное, какой-нибудь контроль маг был бы. Тут и Малэксжи ловит, он ультой откидывается. Но вот он, тот самый момент, та самая комба. Элизо прописала стан, выиграла немного времени для того, чтобы Мальзахар сюда подошел. И Мальзе просто дал дэмэдж с ульты и забирает фрикил команда СКТ. И теперь вынуждены фейс-чекать. Джао Ху едет туда, попадает в Сэрнс, попадает в W и вынуждены прожимать QSS, отступать. Но на Шора, по крайней мере, СКТшники не забрали, должны радоваться. Фейкер тут просто развлекается, раскидывается крабами. Сколько может. А вот то, что на боте творится. Помните матчап? Поппи против Кенона. Примерно та же самая стадия игры была. По этемам, ну тут чуть-чуть не хватает Кенона, чтобы быть наравне. Я к тому, что здесь Кенон не может даже выйти из подвышки, пофармиться, когда там он наравне стоял очень долго. Карма умерла. На Шора отменяют команда СКТ, разворачиваются на убийство. Дюк будет гнаться за УЗИ. Станет его. Тут, кстати говоря, остается в живых, перепрыгивает. Но Дюк ставит вард, прыгает на мопца. После этого откатывается прыжок, он прыгает еще раз, еще раз прыгает. МЛХЖ его спасает. А тут у нас фейкера поймали. Разделилась немножко команда СКТ. Не устроили погоню наверх, но Кенон туда прилетел. РНЖ на самом деле остались в живых. И так можно и допрыгаться. Ой-ой, тут ловят Зайра. В нее стан пытались прописать, но не хватило. Ух, и есть у тебя ульта? Нет, нет ульты у Кенона. Кенон забайтил на себя Элизу, и Лиза ворвалась. МЛХЖ от флэш. Да, все. Нет ульты. Ни у кого нет ультов, просто маленьким дэмэджем тут ребята разменивались, но никто никого убить так и не смог. Вижу, но СКТ все еще остался на нашей, то есть они все еще могут это повторять. Сейчас, видимо, мы будем смотреть повтор уже из стороны, как фейкер умер. Мату поймали, раскатали. Подкидывание по Жаоху. Он ультой откидывается, и Кенон уже был на топе, он смещается сейчас вниз. Он телепорт сделал на топ, и сейчас он с флэша будет ловить фейкера. Видят фейкера, да, с флэша. Стан, фейкер попытался отфлэшиться, но все равно попал в него. Но интересный здесь был заход, то что два игрока пытались окружить бедного Жаоху, и фейкера, и... А Кенона не могли увидеть, они не обратили на него внимания. Во время всей этой погони они не видели, как Кенон сделал телепорт на мапса наверх, и как Кенон обошел. Кенон хотел... Или он сюда сделал телепорт. Кстати, да, может быть, он сюда сделал. Мата чушь какую-то сделал, но по какой-то причине Вульф решил отфлэшиться, не знаю. Ну, решил, наверное, не рисковать. Вульф не так в этой игре, он слишком много раз умер, поэтому решил, что на данную нафиг лучше отфлэшусь. Просто Мата с флэша кинул эрку с кушкой, задел фейкера, которому сбил просто щиток, даже не замедлил. А Вульф просто замедлил чутка. Но после этого Вульф дал по нему ешку, и застрял Мата, дальше двигаться не мог. Но решил Вульф не рисковать и разменять саппорт флэша оппонентов на свой флэш. Саппорт флэша оппонентов. Ну, вы поняли. Флэш саппорта оппонентов. Тут у нас Лисин куда-то идет. Попадает фейкера к ушкой, но дальше не летит. Нет, все же летит, прыгает, кидает ногой фейкера. И у фейкера ульта отменяется. Любопытный момент произошел. МЛХЖ остается в живых. Жао Ху здесь цепляют. Он пытается под Кью Сэсом убежать, но получает еще экзоз в лицо. Его убивают. И у Маты большие проблемы, потому что сюда еще подходит Дюк, который в этот момент убил легчайший просто УЗИ. Очень много урона он нанес по УЗИ. УЗИ вынужден был отскочить от него подальше под вышку. И как итог. Минус три игрока за убийство одного фейкера. Команда СКТ идет на Нашора с Элизой. Забирают его и не парятся. УЗИ убить Ирелия не смогла, но развернулась, зато убила потом Алисина. Ждут, 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 пока фейкер не появится. Четыре секунды до появления фейкера. Никто не мешает им Нашора разобрать. Все, фейкер появился. И Элизо забирает его. Убеждается она точно, что фейкер уже здесь. И отдает ему его тоже. Ну, я не уверен, что это нормальная была идея. Что нам показывают здесь? Да не знаю, Very Good Play, а как дальше-то играть? Эза нет. Посмотрите, где Эс. Эс даже подойти в этот тимфайт не может. Его здесь нет. А, Эс, кстати, уже был без ХП. А почему Эс был без ХП? Я думал, Эс потерял ХП от Ирелии, но нет, Эс просто был там без ХП. Ведь его же никто не трогал из Реаля. GG. Ирелия у нас закупила себе Spirit Visage, добавила еще себе 10% КДРа. Думаю, следующий айтем от нее будет что-нибудь еще на ХП, и потом будет еще какой-нибудь айтем на демедж. Сейчас будет она развлекаться, окончать. Да, она и так развлекается над Генноном. Геннон из подвышки выйти не может, и Рейли его задавить, конечно, у нее не получается, но ей и так достаточно чуда. Консистент Лига оф Леджендс. Пиум, пиум, пиум. 8.14. Ну что ж, у нас получается, СКТшники выходят. Выходят они на другую группу, где встречаются корейские, китайские коллективы. Там у нас Эдвард Гейминги. Ой, и тут на банга выскакивает, пытается его убить, замедляет, прописывает по нему стан, QSS, но убить-то все еще не получилось. В итоге он убил еще Ауральян Соло. Так он и убил Ауральян Соло. Ничего не получилось у команды РНЖ. Они разменяли килл в килл, потеряли своего отпушеры, но с другой стороны сняли шатдаун большой. Но это все не имеет значения. В Лейте, я уже говорил, команда СКТ сетап намного сильнее. Особенно учитывая, что УЗИ у нас играет с Гаунтлитом, с которым тут вообще не поиграть нормально. Вышка на ботлейне упала, вышка на медиа упала, вышка на топе упала. Все забрали себе СКТшники. 4400 набрали с этим Нашором. И сейчас будут... Могли бы идти дальше, если бы Джина не потеряли. Хм. MLXG хороший плей сделать. Пытается убить Фейкера. Фейкер отфлэшивается, остается в живых. После этого УЗИ не смог ворваться. Кеннон делает все же врыв, но Дюк разворачивается и просто разбирается с командой. РНГ в соло. Не нужен ему никакой Фейкера. Никто ему не нужен. Он просто сам разбирается со всеми этими игроками. Вот так вот играется против Кеннона в сетапы. Пикаете просто. Кеннон нельзя ферст пикать. Я не знаю, это мусор какой-то был. Точно такой же мусор сделали СКТшники, но их никто не наказал. Ну, вот вам и задачка, почему команда одна попала в топ-8, а другая прошла дальше. И минимум будет теперь уже топ-4 чемпионата мира. Вот она вам задачка. И Ирелия, ой, Ирелия, извините, Зайра в очередной раз остается непобедимой. 7 игр, 7 побед. Сегодня она во всех 4 играх побывала. И в 3 была до этого. Любопытная статистика. Ну и билд везде один и тот же делает. Собирается с Айдстоун, с Голдера. Потом делаются ботинки. Роумище. И после этого добирается маска до конца, так как у нее есть замедло. С Ешки, да, по-моему. Цветы Ешки дают замедло. Ой, тут ловит Бланка, пытается убить. Он подпрыгивает, пока ему некуда приземляться. Будет приземляться на дальнего самого игрока. Он это делает. Отфлэшивается. Мансит убегает. Очень тонковая Элиза остается в живых. Уворачивается от ульты. И Блан говорит, разбирайтесь с ними, ребят. Съедайте. И Иреля пошла за пенточкой. Это пенточка Иреля ей будет. Ооо. Кто застелил пенту? Кто застелил пенту Ирелия? Можно мне менеджера команды, пожалуйста? Я бы выиграл команду СКТ просто на пиках. Все матчи. Прошлая же Зайра щетком проиграла. Да. Но не из-за Кенана там было поражение. Я имею в виду, они вторую игру должны были выигрывать. Ирэнджи должны были выиграть вторую игру. Потому что СКТ тупанули. И пикнули Кенана очень рано. И вы должны были Ирэнджи. Окей, Фиора, до свидания. Ну, ладно, можно не Фиору. Можно хотя бы Ирэлю. И до свидания. Я уверен, каждый игрок из этих топ-лейнеров умеет играть. И на Фиори, и на Ирэли. И джанглера возьмите Элизу. Как я ей и сказал. Вот, Элиза пришла. Порядок навела. Именно это я ей тогда и сказал. А они что делают? Они... О, надо Поппи взять. Да, Поппи. А джанглера какого? Угу. А давай возьмем того, который никого не гангает. Вот это план. А потом на шестом я к тебе приду. У меня будет Олаф. Он, короче, ультует. А я ультую. И под Олафом и топорами, топорами Кенану. Вау, вот это страта. Да, стратегия классная. Чувак, а что мы будем делать после 20-й минуты, когда Кенан будет ультить в тимфайте? Какая 20-я минута? Мы же его убьем на топе один раз. 20-й минуты не будет. А-а-а! Точно. Нет. Так это не работает, ребят. На ЛКСе так это не работает. Это работает только у двух команд. У бразильцев, которые до упора просто унижают топ-лейнера, и от Эрели оставляют никого. И хоть Эрели являлась контр-пиком к Гнару, она была просто уничтожена. Помните, как бразильцы победили. Кстати, это уже команда уже? Да? Или Эдвардов? Не, Эдвардов, Эдвардов. Или, подождите. Я вот не помню, рояльцы там были или Эдварды? Китайцы, короче, там были. Я вот просто не помню, какой из них. И это работает еще у Альбус Ноксов. Который тоже по стандарту. Есть дырка, будем в нее сувать. Все просто. Дырку увидели у оппонентов в сетапе? В эту дырку будем все запихивать. Чтобы эта дырка была шире. Логично? Логично.